Русские новости Известно, как действуют наши суды, прокуратура, следствие Елена Рохлина в последние годы стала ведущим русским правозащитником И действительно это подвижник, который прикладывает все силы для того, чтобы остановить беззаконие Усовестить, устыдить тех, в ком хоть еще что-то осталось человеческого Но мы видим, что не находятся в среде правоохранителей людей с чистой совестью Но как-то не получается, видимо тех, кто были с совестью, оттуда убрали Потому что надо истязать, продолжать истязать нашу страну Надо истязать наш народ И почему-то им это очень нужно, вот этим людям конкретным Неужели они душу дьяволу продали за вот те копейки, которые им платят? Ну не такие уж копейки, заметно больше, чем среднему гражданину России А точнее среднему русскому, потому что в России живет русская беднота И сравнивать надо, конечно, доходы вот этих людей со средним русским человеком Ну по-настоящему русским, который трудится на благо отечества, на благо своей семьи Старается содержать себя, культурно как-то расти и сохранять свою русскую сущность Ну не все с этим справляются, есть масса всяких пауперов, вырусей так называемых Людей с демократической национальностью, которые только русскоязычные Но мы с ними никакой общности не составляем, только с русскими Так вот, цитата из Елены Рохлиной Секретарь председателя суда Московского окружного суда Ирина Евгеньевна Жирикова Сказала мне вчера, ну это было несколько дней назад написано, что правозащитники, стервятники и пользы от них никакой Стервятники есть везде, но максимальное их количество в правоохранительной системе суды Российские кишат стервятниками, которые довели ситуацию до того, что в России практически не существует оправдательных приговоров Ирина Евгеньевна встроена в систему, получает приличную зарплату за то, что сидит на судебных процессах И докладывает своему начальству, что там с прессой, сколько людей пришло на заседание, какие настроения у людей Никакого сочувствия в отношении подсудимых и их родственников у Ирины Евгеньевны не возникает То, что молодым людям за посты и перепосты в соцсетях ломают жизнь, ей плевать Всем своим видом она показывает свое удовольствие жизнью, ходит в бассейн, наслаждается тем, что никакой пользы обществу не приносит А зарплата капает. Ну, все они, видимо, такие Недавно Ольги Авилкиной на суде увидела такую картину Секретарь суда, совсем молоденькая девушка, смеялась над тем, что неравнодушные женщины, матери двоих детей, присудили полтора года Ну, пусть и условно, но все-таки это полтора года Ну, действительно, это должно быть весело судейским служащим То, что люстрация в отношении судей, прокуроров, следователей, работников Центра Э, работников ФСБ, фальсифицирующих дела Должна быть обязательно и должна состояться Это уже многим понятно Но прошу вас, друзья, не забывать, что у всех этих людей есть помощники И они на пушечный выстрел не должны допускаться к госструктурам Не забывайте, пожалуйста, что секретари суда, будущие судьи И они уже поучаствовали в преступлениях против сограждан Зачастую создавая недостоверные протоколы судебных слушаний Ну, я бы сказал так, все протоколы, абсолютно все протоколы недостоверны Потому что никто не спрашивает за достоверность Какая разница, достоверны они, недостоверны Судебное решение предрешено, поэтому то, что мы получаем в результате протоколирования заседаний Не имеет никакого значения И на эти протоколы никто и никогда не ссылается в решениях Мы, пробуя подавать апелляции, касации, можем ссылаться на протоколы Но это никого не волнует, потому что в этих инстанциях никто даже не читает то, что мы пытаемся написать Опровергая доводы суда первой инстанции Вообще не читают Ну, а судьи, как я в этом убедился многократно, вообще не читают дело Никогда Если вы подаете документ в письменном виде И вам судья говорит, да ладно, мы почитаем Значит, это просто ляжет мертвым грузом в дело И никто с этим документом не ознакомится Ну, даже если вы потребуете У нас все-таки судопроизводство устное Если вы потребуете оглашения какого-то документа Вам, во-первых, могут отказать Ну, просто так отказать Не почему Отказать, потому что так захотел судья И если даже вы огласите Никакого значения это не имеет Потому что для суда имеет значение Только результаты следствия Или какого-то закулисного сговора Если речь идет о гражданских судах На справедливость, законность, материалы дела Судьям абсолютно наплевать Я уверен в том, что всем Я, конечно, всех проверить не могу Но исходя из той практики, которую знаю я Которую знают мои друзья, знакомые Абсолютно все дела не читаются Абсолютно все кассационные, апелляционные жалобы Не читаются Читаются только в апелляционных инстанциях В инстанциях 2, 3, там и в Верховном суде Читается только решение суда Оно считается истинной в последней инстанции Ну а как, что считают истинной в последней инстанции Сами судьи Мы можем выяснить по этим решениям В них, собственно, указано На что ссылаются Никогда доводов, которые высказывает защита Высказывают граждане Эти доводы никогда не обсуждаются И никогда не опровергаются судом Ну, может сказать так Требования или там заявления Не основаны на законе И все На этом заканчивается вся судебная процедура Потому что судья так сказал А раз судья сказал Значит, это что? Устами судьи глаголит сам Господь Бог Но это самозванство Это самозванство У нас в государстве вся власть исходит от народа Так записано в Конституции Реально так или нет? Власть судьи не исходит от народа Не контролируется народом И никак не может быть изменена Или отменена по мнению народа В результате сложившейся практики Поэтому судья эти Которые вообще не обращают внимания Ни на закон, ни на народ Ни на общественное мнение Это самозванцы Мы так и должны к ним относиться Все они без исключения Самозванцы Даже если где-то в семейном кругу В дружественном кругу Они очень любезные и интересные Может быть люди, которые умеют Как-то по-доброму общаться Но если они исполняют свои должностные обязанности Они превращаются во врагов русского народа Это тоже каждый может заметить Кто общается со следователями, прокурорами, судьями Читаем дальше Трое судей Московского военного суда На процессе сильно скучали Один даже спал Но что они участвуют в шизофреническом бреде Привычно Правда надо отдать должное В военных судах Хоть больше порядка на процессах У конторских появилась идея Теперь группы ВКонтакте Объявлять экстремистскими организациями Потом торжественно запрещать Через суды Новоявленные экстремистские структуры Группы ВКонтакте И потом уже активных участников этих групп судить Какая прелесть Последствий от неадекватного поста не случилось А экстремистская организация получилась Можно и дальше терроризировать своих сограждан Придумывая, как еще оправдать свои огромные затраты То есть весь этот аппарат ФСБ Который якобы служит защите нашей Родины Безопасности граждан На самом деле просто паразитическая структура Я считаю, что ФСБ просто лишнее В управлении нашим государством Это чекистская подлая структура Образованная большевиками И истязавшая наш народ Все время своего существования И теперь эти чекисты продолжают делать то же самое Во главе со своим паханом Владимиром Путиным Ну нет пострадавших от постов конкретно Кирилла Хапенко, Виктора Пехтерева, Виталия Царука Но прокурор просит им от 3,5 до 6 лет Мизантропик движен признана региональной экстремистской организацией А прокурор раздувает и раздувает И уже она у него международная А значит можно и дальше развивать и развивать Главное не надо связываться с настоящими преступниками У которых оружие, которые пристрелить прокурора могут Наводить тень на плетение, расти по службе, получая свои гешефты Действительно, они такие Других не знаю Иногда мне казалось, что есть другие Но как-то жизнь все время это опровергает В суде присутствовали три судьи Два секретаря, два спецназовца Эксперт из центра Еще третья дама в полицейской форме И суд идет несколько месяцев Вот так, дорогие сограждане, мы тратимся Из народного кармана Не на пенсионеров, не на многодетные съемни А на раздутую шизофрению, которую там устраивает олигарх и режим Прокурор Шадрин Александр Николаевич Видимо не в курсе, что Путин говорит, что он главный националист России И вот прокурор все время повторяет, что национализм это зло Это ведь тоже признак тотальной шизофрении, в которой мы провалились До того, что все понятия смешиваются И главный босс себя националистом выставляет А молодой прокурор в судах национализм клеймит Понимает ли Шадрин, что вполне придет время И за то, что он раздул из мухи слона И преследует людей за посты Сроки им приличные просит Придет время, ему придется ответить за свою такую деятельность Нет, он не понимает Вот ребята поняли, что их развели И теперь сажают и прокурор в шизофреническом угаре Не замечает, что он народу все чаще является как враг Как пособник фашистующего олигарха режима Мне бы очень хотелось, чтобы судьи сегодня принимали Хоть какие-то более или менее внятные решения Похожие на справедливые Чтобы они договорились с теми, кто им сбросил это дело И постарались как-то съехать с данного преступного мероприятия А если нет, то люстрация Не я сказал, а это народ просит Не сдавайте своих соратников Не предавайте их Стойте за них, даже если соратники Немного начудили на своих страничках Не забывайте, что вы стоите за себя Что единственный наш шанс на выживание Это быть вместе и расти массово Укрепляясь поддержкой друг друга И действительно нам надо расти И как русское движение, которое имеет политическую составляющую Юридическую составляющую Общественную, неполитическую составляющую Пока мы все живем в разброд Они все объединены И будут дальше нас истязать И будут дальше создавать атмосферу террора Против русского человека Даже за малейшую ошибку Если это действительно ошибка А не какое-то чудачество Или какое-то мелкое правонарушение Будут сажать в тюрьму Вы хотите, чтобы ваши дети сидели в тюрьме Просто потому, что они что-то такое там брякнули По молодости лет Или что-то там нарисовали, написали Хотите? Каждый ходит под этим домокловым мечом Вы думаете, кто-то другой, кроме русских Под такой опасностью находится? Нет, ни в коем случае Только русским принадлежит эта привилегия Сидеть в тюрьме Или получать иные судебные приговоры Скажем, без лишения свободы Но с лишением многих прав Нет, только русские Только русские Потому что режим русофобский Каждый русский Вспоминая о своей крови О своих родных и близких О своих предках Должен понять Мы живем в обстановке захвата власти русофобами Которые говорят с нами на одном языке Хотя это такой язык условно-условно русский Похожий на русский Но они являются самыми отпетыми врагами Полицаями Потому что полицаев, предателей Мы всегда ненавидели больше Чем врагов, с которыми сражались В открытом бою Это самые подлые подлецы Которые были в человеческой истории Не только в российской истории Вот этот подлый конгломерат вокруг Путина Это исторический нонсенс Или какая-то историческая новация Которая может погубить вообще все человечество Не только русский народ Поэтому сражаясь против этого режима Всеми доступными способами Мы стараемся отстоять В том числе и право на человечество существовать А не быть рабами и скотом Под пятой олигархических режимов Которые распространились теперь везде на планете Ну где-то живут получше А у нас скоро и жить будет невозможно Потому что крах экономический, управленческий Он вокруг нас, мы его видим В этом году особенно ярко И надо быть полным идиотом Чтобы верить в то, что Путина изберут в 2018 году Нет, выборы будут фальсифицированы И мы должны начинать уже об этом говорить А Елена Рохлина говорит о тех Кто соучаствует в преступлениях этого режима И кто должен быть подвергнут люстрации Иллюстрация это многоплановое понятие Одним по попке похлопать А другому голову снести Тут каждому должно быть воздано По его заслугам в кавычках Старший следователь ГСК Илья Эдуардович Быстров Мужчина 33 лет Носит фамилию деда Дед прокурор Быстров Книжечки писал Мама у следователя адвокат Вот Илья Эдуардович сказал маме Кирилла Халепа Что они не равны Мама Кирилла кстати архитектор К чему я это Кастовое общество у нас выстрелось Где господствующие касты Это олигархия Высшее звено правоохранителей Высшее звено чиновников И нам это нужно Зачем нам паразиты Кто на самом деле разжигает рознь Кто на самом деле должен сидеть на скамье подсудимых Вот эти прокуроры, судьи Я уверен что рано или поздно мы их посадим Но сегодня мы должны называть их поименно Описывать их преступления Закладывать основу для обвинительных решений народного суда В отношении судей и так далее Правоохранительных органов антинародного свойства А теперь немножко из Юрия Мухина Который тоже подвергается гонениям Против которого продолжается уже два года Больше уже двух лет судебный процесс И сам он находится под домашним арестом А его соратники, три человека, включая нашего соратника По Русскому национальному фронту Кирилла Барбаша Сидят в тюрьме Два года сидят в тюрьме Якобы они представляют какую-то опасность для общества Поэтому должны быть в местах заключения Пока несется вот этот шизофренический бред Вот просто зарисовка неполная Кусочек зарисовки Можно в подробностях все это описывать И это будет ужасным повторением того, что уже случалось неоднократно И будет случаться с вами в том числе Если путинский режим не будет пресечен Ну, кстати, некоторые путают Россию с Путиным Так вот, Россия возродится только без Путина С Путиным она может только погибать Это мы видим своими собственными глазами Если эти глаза есть Если они соединены с рассудком и душой Но у кого нет ни того, ни другого С тем уже ничего не поделаешь Они смотрят, но не видят Вот Юрий Мухин пишет В заседании 29 июня Вскрылось, что судья-криворучка Не только не исследует доказательства стороны защиты Но и фактически Симулирует рассмотрение дела по существу О чем я как раз и говорил Они ничего на самом деле В суде не рассматривают Они только принимают решения Которые им продиктованы То есть суд не является независимым Значит, это и не суд Значит, это и не суд Он независим прежде всего от народа Он зависим только от мнения начальства Которое вне каких-либо процедур Воздействует на судью Судья принимает решения Не исходя из закона И представления о совести А исходя из закулисного приказа То есть исходя из преступного деяния Со стороны того, кто этот приказ выдает И со стороны того, кто этот приказ исполняет На этом заседании адвокат Чернышев Ходатайствует приобщить к делу Приговоры и кассационные определения По делу Замураева из Костромы Которого суд оправдал За распространение листовки Ты избрал, тебе судить За распространение которой Была запрещена деятельность Армии Вольнарода Государственные обвинители Высказались против приобщения Заявив, что этот приговор И определение не относятся к делу И в итоге судья Криворучко Отказал по этому же основанию Но приговор и кассационное определение По делу Замураева Уже находятся в материалах Тома 12 Страницы 24 и 37 Мало того, еще один на страницах 233 и 245 Причем я сообщил суду При представлении доказательств На заседании 24 апреля А 26 апреля Обширно процитировал текст приговора Замуруеву и его выводы То есть и гособвинению И судье Нужно было отказать Приобщить к делу эти материалы Потому что эти материалы Уже дважды приобщены К делу еще следователям И вот то, что обвинители Криворучко Отказались приобщить По причине якобы Неотносимости данных доказательств Доказывает Как минимум Что судья Криворучко Дело не слушает И рассматривать его Не собирается Затем Соколов Просил приобщить К делу материалы Доказывающие Что учредителем газеты Слово и дело Является Шумаков А факты публикации Газеты Слово и дело Экстремистских материалов Не установлены И никаких предупреждений Редакции не выносились Гособвинители Были против Приобщения к делу Этих доказательств На основании того Что эта газета Не имеет отношения к делу Судья Криворучко Тоже отказал Удовлетворить ходатайство По этому же основанию Что еще раз доказывает Что судья Криворучко Не исследует доказательств И не слушает дело Ведь на заседании 14 марта 2017 года Криворучко Больше часа Рассматривал пачку Из 54 экземпляров газеты Слово и дело Эти газеты Обвинение считает Главным вещественным доказательством А в томе 6 На страницах 99-134 Находится заключение Психолого-лингвистической экспертизы Номер такой-то В котором как раз Исследовались 54 номера Слово и дело За 2014-2015 годы То есть Налицо просто фальсификация То что доказывает Вину якобы доказывает То приобщается к делу А то что доказывает Противоположное На основе тех же самых материалов И существует В виде официальных документов Не приобщается Вот и все Какой же это суд Это не суд Это расправа Это имитация суда И сам суд Является просто Способом Содержать людей Под стражей Вы думаете Что следственный изолятор Это что-то такое Более спокойное Чем зона Да нет Это даже хуже Это хуже И главное Что невиновные люди Не осужденные судом И не представляющие Для кого-либо Какой-то опасности Находятся в заключении В течение лет В течение многих лет Не одного года Уже больше двух лет Затем судья Криворучко Отказался Приобщить к материалам дела Доказательства того Что ИГПР ЗОВ Не значится В списках Запрещенных организаций Минюста И тоже на том основании Что доказательства Не имеют отношения К делу Ну как же Если дело Относится К деятельности Подсудимых В рамках Общественной организации ИГПР ЗОВ А тут вот этот материал Свидетельствующий О том Что ИГПР ЗОВ Не является Экстремистской организацией Не приобщается К делу Но обо всех Подсудимых В обвинительном заключении При этом Неоднократно сказано Что они Организовывали Деятельность ИГПР ЗОВ Это еще раз доказывается Что судья Криворучка Дело не слушает Фактически Симулирует Рассмотрение По существу А теперь Вот тут один Следователь Высказался Полковник Которого посадили В тюрьму Задержанный По подозрению В получении Миллионной взятки Глава управления Собственной безопасности Структуры ГУСБ СКР Полковник Александр Ломонов Написал письмо Президенту России Владимиру Путину Ну в кавычках Президенту Я то президентом Этого проходимца Не считаю Ну а вы Граждане зрители Как хотите В ваших силах Считать так Или иначе Мое мнение Такое Самозванец Сидит и Захватив Власть Управляет Нашим государством С целью Его полного Уничтожения Так вот Этот Александр Ломонов Полковник Обвиненный В получении Взятки Пишет Путину Я сам Действующий Сотрудник Правоохранительных Органов Даже не предполагал Насколько у нас Бездействует Правоохранительная Система Следователь Прокурор Судья Это единое Целое Которое Поддерживает Деятельность Друг друга С уклоном Обвинительного Характера Уголовные дела Не расследуются Презумпция невиновности Абсолютно Отсутствует А дела Фабрикуются Путем морального Давления На обвиняемых И выбивание Из них Признательных Показаний Вот так Полковник Следователь Пишет о том Что он обнаружил Когда Сменил роль Я думаю Когда все эти Люди Сменят роль Мы им докажем Что русский суд Справедливый Он будет действовать Строго по закону Но только очень быстро В течение одного заседания Потому что здесь Все ясно Здесь ясно По каким статьям Даже действующего Законодательства Вот всю эту нечисть Которая судит Наших соратников И просто случайных людей Необходимо Посадить в тюрьму На разные сроки К некоторым Применить высшую меру Наказания Я думаю В русском государстве Высшая мера Все-таки будет Смертная казнь А не пожизненное заключение Зачем нам содержать Всех этих негодяев Дополню повествование Еще своим собственным делом Которое вроде Теперь ко мне не относится После принятия решений Во Владивостоке Изъяли в одном экземпляре Брошюрку Неизвестного назначения Неизвестных авторов Теперь уже неизвестных Для следствия и суда Там была моя подпись Подписи других Соавторов Точнее не соавторов А авторов Отдельных статей То есть брошюра Не была целостным произведением Посвящена она была Чеченской войне Во время гражданской войны Что происходило В Чечне Что происходило Во время Первой Чеченской войны И в конце На три странички Коротенькая моя Аналитическая записка Ну то что она моя То никто И не собирался Выяснять Я не могу точно Установить Действительно ли она моя Но было написано Фамилия и имя отчества Мое Написано Депутат Государственной Думы Ну видимо с такой фамилией Депутат Государственной Думы Был только я один И значит Этот материал Относится Ну никак не позднее 2007 года То есть 10 лет прошло То есть брошюре Больше 10 лет И вот эту брошюру Приморский Приморской ФСБ Там такой Стручков есть Решили Да Глава ФСБ Ну видимо Тупица Отменная Решили объявить Экстремистский материал Ну надо же показывать работу Нет экстремизма Значит его надо найти Ну вот Стручков нашел Нашел эту брошюрку Нашел там Эту статью Или аналитическую записку Я знаю что я в 2004 году Посылал Совет безопасности Соответствующую аналитическую записку Наверное где-то еще опубликовал И как я понимаю Скорее всего Она вот и попала В эту брошюрку Которая тоже написана Выпущена более 10 лет Случайно Не знаю каким тиражом Кто ее издавал И вот она попала Наконец в руки Следователям ФСБ И Тупица Стручков Обрадовался В конце прочел фамилию И объявил Эта брошюра Написана Савельевым И Отправил все это дело Экспертам Которые тут же Взяли под газырек Написали Да экстремизм Вся Эта брошюра Пронизана экстремизмом Хотя доказательств Никаких Абсолютно никаких Полная чушь написана И Во всех документах Господин Стручков Писал Автор Савельев А.Н И при этом еще Подтвердил Что за мной ведется слежка Правда слежка тоже Идиотов Круглых идиотов Ну Это показывает Что данные обо мне Они почерпнули В интернете Больше Видимо Неоткуда Кроме того Из своей базы данных Тоже более чем Десятилетней Давности И в документах Которые были Представлены потом В суд Опубликованы Мои координаты С телефоном Ну Адрес я не менял С тех пор Поэтому адрес Правильный А если бы изменил Был бы старый адрес С телефоном Который Закончил Своё существование Более Десяти лет назад Вот так действует ФСБ Я кстати Когда началось Всё это дело Написал Открытое обращение К Бортникову Главе ФСБ Спросив его Чем занимаются Ваши Эти дураки Кто таких Идиотов Назначает На региональный Уровень управления ФСБ По Приморскому краю Одно из ключевых Для обеспечения Безопасности В смысле Государственной Безопасности Какие экстремисты Какие брошюры Там всё заселяется Китайцами И там агентура Работает на расчленение России А вы чем занимаетесь Господин Бортников Ну естественно Мне просто не ответили Хотя Обращение было отправлено Официально Зарегистрировано И Ну они просто не отвечают Ну какая им разница Мало ли кто чего написал Они уже Просто отбились от рук Есть закон О работе с обращениями Граждан Они плюют на него Вообще на всё плюют На закон плюют все ФСБ я думаю Первыми плюют Ну поскольку Для чекистов Это естественно Для них Закон не писан Вот я отправил Отправлю В ближайшие дни Апелляционную жалобу Хотя Тоже такая вот Странная вещь Мне прислали Почтовое извещение Что поступило Поступил судебный документ Из Владивостока Весом 35 грамм Но там адрес Указан не мой Вот интересно Как по моему адресу В мой ящик Бросили Извещение Почтовое Если там Указана Другая улица И другой почтовый индекс Каким образом Это могло произойти Я думаю Что без участия ФСБ Ну никаким образом Не могло Ну соответственно Я не получил Я не могу получить По чужому адресу Даже если фамилия моя указана Не могу получить Почтовое отправление Я зарегистрирован По другому адресу Не на улице Авиамоторной Как указано Ну и я вот Очень каратенечко Просто написал В апелляционной жалобе Прошу отменить решение Советского суда Города Владивостока По следующим основаниям Дело рассмотрено При отсутствии Стороны обвинения Что противоречит Основным принципам Судебного производства Поскольку следственные органы Не установили Субъективной стороны Правонарушения Поэтому дело Не подлежит рассмотрению В суде Там есть особый порядок Но чтобы его применить Надо доказать Возможность И правомерность Особого порядка Никто не собирается Этого доказывать А судья не собирается Требовать этого особого Обоснования Этого особого порядка И проводит дело Как будто бы В нем нет обвиняемых То есть дело Об экстремистском документе Кто-то его выпустил Кто-то его написал Документ экстремистский Обвинять некого Как это может быть? Это уловочка такая То есть создана Отдельная отрасль права Которая не существует В других государствах По делам об экстремизме То есть какая-то бумажка Которую нашли Вон где-нибудь Я не знаю В подворотне на полу Направляется в суд Без всяких Участников Изготовления этой бумажки И распространения Суд объявляет Эту бумажку Экстремистской А потом оказывается Что это фрагмент Например Там 700-страничной книги И вся эта книга Если она распространяется Оказывается распространением Экстремистских материалов А за это уже полагаются Реальные сроки заключения Таким образом Если эта статья Которая опубликована В брошюре Является действительно моей И я ее начну распространять Например В какой-то брошюре В каком-то своем сочинении Фрагмент этой статьи Или целиком эту статью То я буду привлечен К суду Уже как К реальный экстремист Который распространяет Экстремистский материал Даже если не знает Что он экстремистский Но я В данном случае Уже знаю Я понимаю Для чего это делается Какая подлая уловка Здесь используется Она конечно абсолютно Беззаконная Как и решение суда Но это вот первое Суд не должен был Вообще Рассматривать Это Заявление прокуратуры Поскольку Нет другой стороны Да и пострадавших нет Как можно рассматривать Это противоречие Вообще Всей судебной практике Ну когда я один раз Попытался в суде Установить факт Ну так По наследству положено Если вот ты не можешь Не можешь получить Невостребованное наследство Другим путем Ты обращаешься в суд Против кого судиться Если нет людей С которыми ты можешь судиться Ты пытаешься Установить в суде факт Предъявляешь документы Суд говорит По формальным признакам Сверху смотрит Ответчика нет Пшел вон А вот для прокуроров Для ФСБ Другой подход Другой Потому что они Уничтожают русский народ И государство И исполняют политический заказ Мое распоряжение Как стороны по данному делу Ну стороны Третьей стороны Необвиняемого Направлен Пакет документов Поступивших в суд По заявлению Прокурора Приморского края Бесчастного Я его называю Бесчестный В общем объеме 116 страниц Судом в мой адрес Выслан лишь текст Данного заявления И текст экспертов На заключение Общим объемом 13 страниц Что лишило меня Возможности Полноценно защищать Свои права В связи с данным делом Они уже даже Формальности Не соблюдают Но представили В суд документы Они обязаны Каждой стороне Представить Полный пакет документов Они этим не занимаются Просто не занимаются И все Вот суд Решил Что это не нужно И все Судом Не рассмотрено Мое ходатайство О прекращении дела В связи с отсутствием Каких-либо оснований Для его рассмотрения А также Мои возражения На исковые заявления С доказательствами Полной Несостоятельности Так называемой Экспертизы Направленной Судье Склисковой Которая Собственно и приняла Решение По почте В связи с тем Что я проживаю В Москве И не имею возможности Участвовать в заседаниях Суда во Владивостоке Мои аргументы Не изучены Не оглашены В судебном заседании По ним суд Не принял никаких решений Это грубое Процессуальное нарушение Но суду Наплевать Абсолютно наплевать Ты присылаешь им бумажку Они даже не читают Не читают Просто не читают Поэтому Как ты можешь защитить Свои права в суде В судебном заседании Не рассмотрены Какие-либо доказательства Моего авторства Брошюры Которую прокуратура Предполагает Объявить экстремистским материалом Копия данной брошюры Не направленная И к ее изданию Я не имею никакого отношения С другими авторами брошюры Или ее издателями Я не знаком Таким образом Мне, Савельеву Андрею Николаевичу Чья фамилия, имя, отчество Совпадают С подписью Под написанной Под приписанной мне статьей Автору публикации 2001 года Название которой совпадает С названием статьи Опубликованной в брошюре Таким образом Мне нанесен ущерб Затрагивающий мою репутацию Ученого и общественного Деятеля У следствия и прокуратуры Никаких сомнений в том Что я являюсь автором Опубликованной брошюры статьи До направления дела в суд Не было Но поскольку Субъективная сторона Дела не интересовала Ни следствие, ни суд Необходимость установления Авторства Была противозаконно Проигнорирована Ознакомившись С так называемым Экспертным заключением Которое Осталось единственным Доказательством по делу Как специалист Чья квалификация соответствует теме Которую без всяких знаний Оценивали так называемые эксперты Заявляю о том Что экспертиза целиком И полностью фальсифицирована Доказательства Мой были представлены В возражениях и ходатайствах Направленных в суд Никаких признаков Доказывания в экспертизе нет Квалификации экспертов По затронутым в брошюре Темам отсутствует Суд мою аргументацию Не рассматривал Доказыванием утверждений Экспертов Или прокурора Не интересовался И не требовал Никаких доказательств Чем полностью фальсифицировал Судебный процесс Положив в основу Своего решения Частное мнение некомпетентных лиц И отказавшись Рассматривать Альтернативные мнения И привлекать к этому Компетентных специалистов В мой адрес Не поступало решения Суда по данному делу Мною получено Почтовое извещение О том, что из Владивостока На имя Савельев А.Н. Получено судебное отправление Но в извещении указан Ну, не будем повторяться Другой адрес Следовательно Как сторона по данному делу Я не получил решения суда Даже если оно и было мне направлено В результате ошибочного указания Моего адреса Судом Или службами почтового отделения Что нарушает мои права Как стороны по данному делу Дело носит откровенно Заказной характер И направлено на Противозаконное преследование Привлеченных в качестве Третьих лиц Алексея Бутусина И меня За нашу общественно-политическую деятельность И наше мировоззрение Именно поэтому Судебный процесс Прошел без рассмотрения дела По существу Без приглашения экспертов Без каких-либо доказательств Правомерности Учета их мнения А также без каких-либо правовых аргументов Со стороны прокуратуры Прокурор Корсаков Лишь сослался на мнение экспертов Но не пытался доказать Что это мнение Может быть основой Для какого-либо судебного решения Кроме того По основу позиций экспертов Следственных действий Приморского УФСБ Прокуратура Приморского края И судьи Сколесковой Положен Антиконституционный тезис О том, что Предложение о ликвидации Чеченской республики Обращу внимание особенно Представляет собой Возбуждение вражды К чеченской национальной группе В кавычках так написано Во всех документах дело Тем самым Субъект федерации Представляется неотъемлемым Атрибутом Только чеченского народа Что противоречит Конституции Российской Федерации Кроме того В практике государственного управления Последних лет Неоднократно были реализованы Законные процедуры Ликвидации целого ряда Субъектов федерации В том числе Содержащих в названии Указания на титульную национальность Таким образом Заказной политический характер дела Выражается Не только в отрицании Конституционных прав граждан На выражение своей позиции Авторов брошюры Но и в преследовании За эту позицию Не имеющую ничего общего С экстремизмом Но стоящую на почве Научного знания И закона Антигосударственная Антиконституционная Аргументация В кавычках Следствия Обвинения И суда В полной мере Выражены в документах Дела С которыми я имел Возможность Ознакомиться Ну некоторые Я не все материалы дела Получил по почте В виде фотокопий Поэтому Имею представление Насколько это дело Фальсифицировано Целиком И полностью Сфальсифицировано И то что называется Протоколом заседания Ну это просто смеху подобно Прокурора Корсакова Нормальный Вменяемый судья Просто выгнал бы Из зала заседаний Потому что он не готов Ничего аргументировать Он просто На последнем заседании Зачитал То что было написано В обвинительном заключении Или что там у них Заявление В заявлении Он просто зачитал То есть он не способен Своими словами Сформулировать В чем состоит И чья вина Ну поскольку Виновных нет Так в чем Состоит факт экстремизма Или в чем состоит Экстремизм Тех материалов Которые попали ему в руки Он абсолютно Ничего не понимает В этом деле Поэтому по бумажке Зачитывает то Что уже было написано В заявлении прокурора Приморского края Он ни на что Больше не способен Не обучен Но раз не обучен Вон из прокуратуры Ты ничего не понимаешь Ничего не знаешь Ну такая система сложилась И мы с ней Ничего не можем сделать Пока Пока Но сделаем Но сделаем Я не сомневаюсь А еще хотел бы Процитировать Уже завершая Что по 2015 году По 2016 данных Еще нет 216 человек Были осуждены За экстремистские Высказывания В интернете Причем в интернете В данном случае Мое дело Не в интернете И 43 из них Получили реальные сроки 43 человека Получили реальные сроки За то Что они что-то там В интернете Написали Или нарисовали Причем По мнению правозащитников 16 осужденных Лишили свободы Просто за слова Без каких-либо других Отягчающих обстоятельств Ну бывают Призывы к насилию Да Призывы к насилию Должны быть осуждены Если они имеют под собой Реальную основу То есть если это не фантазия Ну Может быть Призывы к насилию К неадекватному объекту К марсианам Да Мы не знаем про марсиан Ничего Поэтому эти призывы К насилию Не могут быть осуждены Или неадекватным методом Насилием Путем избиения Травинкой Не подходит Вот поэтому Да Есть случаи Когда правоохранительная система Должна действовать Но в ряде случаев Достаточно просто Предупреждение Или не условного срока Скажем Небольшого штрафа В 500 рублей Этого будет достаточно Но нет Они действуют по-другому Им надо Любое слово Которое им показалось Экстремистским Объявить экстремизмом Причем Как я понимаю У них норма на экстремизм Обязательно В каждом регионе Должны быть экстремисты Они их ищут Находят И судят А то что все эти суды Абсолютно все Я уверен Даже в том случае Когда там есть реальная основа Реальная диспозиция По уголовным статьям Фальсифицирована Не сомневаюсь И поэтому Русская власть Отменит все Без исключения Приговоры По делам Связанным с экстремизмом По 280 282 По материалам Которые объявлены Экстремистскими Ликвидирует Весь этот список Экстремистских материалов И будет судить По уголовному кодексу Реальному уголовному кодексу Без тех глупостей Которые Так называемыми Демократами Туда внесены Я думаю Может быть 282 Пока не надо Отменять А осудить Всех тех судей Прокуроров И следователей И ФСБшников И Центр-Э Которые участвовали В осуждениях людей По этим статьям Их по этой же статье Осудить Ну так Лет на 10-15 Минимум Для тех Кто так Случайно зашел И решил поживиться Вот в этой системе За счет Горя других людей Ну Остальным наверное Побольше Остальным наверное Побольше Ну чуть-чуть Изменим По закону По закону Осудим Все будет по закону Русская власть Будет по закону И это будет ужасно Для всех врагов России Русская власть Русская власть